Хорошо, друзья, я хотел бы сегодня поговорить на одну тему. Это из Екклесиаста. Кто такой был Екклесиаст? Екклесиаст, он же Соломон, мудрый человек. Мудрый в том плане, что Господь дал ему мудрость, но он много что исследовал в жизни. Вы знаете, интересно, что каждый человек является исследователем. Даже если он не исследователь, он является… Потому что в любом случае человек сталкивается с какими-то ситуациями в жизни, и в конце жизни он всегда делает какой-то вывод. Кто-то делает вывод о том, что он зря прожил жизнь, кто-то делает вывод о том, что он не зря прожил жизнь, что-то сделал, где-то поучаствует. Ну, по-любому, любой человек в конце своей жизни делает определенный вывод. То есть это нормально. Поэтому, знаете, интересно, когда читаешь книгу Соломона «Последнюю голову Екклесиаста», то, знаете, он сделал очень потрясающий вывод. То есть он много смотрел, исследовал, пробовал, проверял. Знаете, как этот Эдисон, который лампочку изобрел, там, тысячу способов. Но знаете, какой он сделал интересный вывод? Он сделал вывод, да, то, что говорит, я все увидел, все узнал, все, ну, возможно, там, да, попробовал, участвовал. Но главное, что я понял, это в чем вообще суть, вообще смысл всей жизни? В чем суть и смысл жизни? Это любить Господа, это соблюдать Его заповеди, и в этом все для человека. Вот такой простой как бы вывод он сделал. И там дальше, потому что все, что мы делаем, хорошее или не очень хорошее, или совсем хорошее, Господь он приведет в определенное место, и оно будет оценено Богом. Не нами, а будет оценено Богом. Поэтому вот такой вот он вывод сделал. Но я как бы немножко не об этом, но хочу мою проповедь основывать на Екклесиаста, и как бы назвал ее тему «Наслаждаться своим трудом». Как наслаждаться своим трудом? Но я больше буду говорить о служении как бы Богу. Здесь он как бы говорит в общем. Да, я вот хочу прочитать. Екклесиаста 3, 22. Сначала российский перевод, потом украинский. «И увидел, что лучше для человека, а, я увидел, что лучше для человека наслаждаться своим делом – это все, что есть. Никто не может ему увидеть, что с ним случается в будущем». И украинский переклад. «Отже, побачив я, что немае ничего кращего, как наслаждаться людьми справами своими». Ну, я буду как бы говорить о служении, более как бы конкретно о служении Богу, да, потому что это ее доля. Бо кто приведет ее и подивится на то, что будет после нее. И вот интересные, да, вопросы, да, что на самом деле вдохновляет, ну, в служении. Я в этой проповеди буду немножко говорить о своей как бы жизни, что меня вдохновляет. Буду говорить о жизни других людей, буду просто как бы читать некоторые цитаты, некоторые истории как бы жизни. У меня будет сегодня мало мест из Писаний, так что, чтобы вы как бы расслабились, да, то есть, ну, Библию мы уже прочитали. Обычно там, я когда дал местописание нашим операторам, и это что, все? Обычно там 10 мест, там 15, иногда там было, по-моему, 30 мест Писаний. Сегодня будет немного, но я буду больше читать именно истории и жизни людей, которые помогут вам тоже как-то открыть. Итак, на самом деле, что вдохновляет в служении Господу? Какие вещи я должен, на какие вещи я должен обращать внимание в служении Господу, да, и что мы должны видеть, ну, в повседневной жизни? Интересно, что вот Сергей Михайлович проповедовал в прошлую, да, просто слышится в Шаббат о том, что тема, да, что делать, когда разрушаются основания? Что делать? Что мы думаем, что верующие люди, они, это гарант того, что ничего в жизни не будет, как бы, происходить, ну, такого, да, то есть нас не будет трусить, все, Господь нас крепко, да, аминь. Но, да, и основания разные, там, да, там в служении, в работе, в семье, еще там, да, то есть много вещей, которые Господь начинает их трусить, испытывать, проверять. Какие-то, возможно, приходят изменения, да, то есть для того, чтобы пришли изменения, происходит потрясение, но так не бывает. Всегда происходит потрясение в жизни. И вывод, да, что делать, когда твои основания, они разрушены, или ты же видишь, да, ну, что, как Екклесиас, Сергей Михайлович сказал, уповать на Бога, уповать на Бога, доверять Богу, и все будет хорошо. Виктор проповедовал, да, о жажде, о взаимоотношениях с Богом, и моя проповедь где-то немножко будет, ну, похожа на это. Итак, как наслаждаться тем, что я делаю? Ну, как бы слово наслаждение, то есть как получать вдохновение или там, ну, не знаю, там, сенс того, что я делаю, и видеть доброе в этом. А можно и не наслаждаться, да, когда служение, оно превращается в твою работу. Ну, есть, ты уже как бы механически что-то делаешь, да, ну, то есть, потому что я верю, что служение Богу, мы служим живому Богу, который, ну, написано, что он каждый раз что-то новое творит. Ну, правда? Его милость, она обновляется каждый день. И я верю в том, что когда мы что-то делаем, мы что-то, ну, должны видеть новое, переживать что-то новое, потому что, ну, вчерашнее прошло, вчерашняя манна, она не должна уже быть сегодняшней. Иногда ты вспоминаешь, вот когда-то было, ну, бывает, да, то есть, ну, вот когда-то Господь так действовал, так все было классно, а вот сейчас какая-то, какая-то пустота и какая-то пустыня, и не могу понять, в чем проблема, да. И как наслаждаться, потому что тот, кто наслаждается, ну, он сделает больше, намного, чем тот, кто просто машинально что-то делает. Да, и потом, как апостол Павел сказать, течение сохранил, там, да, веру совершил, а теперь мне готовится венец. И много вопросов, да, как не оставить то, что ты начал, как то, что приносило радость, уже не приносит, как то, что было на первых местах, стало на последних, или вообще оно как-то убралось, как бы, из моего служения, как вертикаль стала горизонталью, как то, что всегда, ну, поднимало меня вверх, я смотрел вверх, стало таким ровным, таким вот, как-то не очень, да, как снова вернуться в этот, скажем так, Эдемский сад, что было упущено, где появилась трещина, и почему служение стало работать. Ну, вот эти вот вопросы, ну, вы эти вопросы задаете себе? Ну, может быть, я только себе эти вопросы задаю. Вот, а ну, я хочу вас услышать. Мне нравится с залом разговаривать, а то я начинаю переживать. Были такие вопросы, да? Господь, как мне вернуться? Что я потерял, что я утратил, что случилось, и так далее, и тому подобное. Ну, я верю, что мы задаем такие, но особенно тех, кто служит, что-то делает, как бы, да, в чем-то участвует. Я хочу сказать, ну, мое такое где-то вот исследование, может, оно не показывается, может, таким сильно теологическим, потому что я, ну, не буду сегодня, как бы, теологию говорить. Я хочу, как бы, просто говорить какие-то наблюдения мои. За 28 лет у меня какие-то сформировались наблюдения, которые, ну, на мой взгляд, то, что я вижу, и то, что я увидел, и то, что сейчас происходит. Я думаю, что причины, по которым, ну, привели в такое состояние, ну, их может быть больше, меньше, но их несколько причин. То, что я увидел, это неправильные мотивы и неправильные цели. Я позже объясню, о чем я говорю. Ну, они как бы правильные. Не то, что там, да, неправильные цели. Там, я хочу, там, стать известной личностью, чтобы, там, руку поднять и все, там, упали. То есть, нет, я не об этом говорю, знаете. То есть, ну, хотя и есть, да, есть неправильные мотивы и цели, потому что люди иногда приходят в класть, и в класть именно из-за таких целей, да, то есть, ну, почему все рвутся в класть, и, там, стать президентом, или, ну, у каждого разные есть. Кто-то реально хочет помочь людям, навести порядок, ну, навести порядок. Кто-то, я не знаю, это личное, каждый, каждый перед Господом ответит. Так же самое и в служении. Есть неправильные мотивы, неправильные, я потом объясню. То есть, они как бы правильные, но не совсем точные, не совсем верные. Есть третий момент, когда люди говорят, ну, наверное, я не на своем месте. Но бывает такое, да. Это, знаете, не всегда так. Иногда служители находятся на своих местах, на тех местах, где Господь их поставил, но они так думают, что они не на своих местах. Ну, это бывает так. Ну, вот, допустим, я так думаю, что я не на свое, ну, приходят такие мысли. Я думаю, что каждый служитель, там, в каком-то служении, он всегда в связи с тем, что происходит, он думает, там, или не получается. Он думает, наверное, я не на своем месте. Наверное, это вот. Но, знаете, иногда, ну, это не совсем так. Но иногда бывает совсем по-другому, что люди, которые даже и не думают о каких-то местах или каких-то позициях, но оказываются там. Ну, так Господь делает. Вот пример с Моше, да. Что он думал, что он будет великим, скажем так, да, великим таким выводителем, да, из египетского рабства. То есть, да, именно вот таким освободителем, да, то есть вообще-то там многие как бы прообразы. Нет, он себе спокойно там пас совет, у него было все хорошо в жизни, все прекрасно, семья, дети, все любят, уважают, все как бы это все там домашние эти, овцы там, все хорошо. Но тут что-то произошло в его жизни. Моя история, знаете, я никогда не хотел, ну, слово не хотел неправильно, никогда я не думал, что я буду, ну, в тем, кем я есть, ну, как бы, такое слово громкое пастор, это просто позиция твоя. То есть, да, что там прям такое, ого-го. Это позиция человека, служителя, как сегодня, да, говорилось, что это служитель, человек, который служит, который не всегда, у него есть какое-то время. Когда мы приехали на миссию, у нас была, у нас была совсем другая цель. У нас была цель, знаете, какая, найти способных людей, отправить их в Одессу, обучить и потом отправить их обратно. Ну, пусть они там себе это. И вот, знаете, искали мы этих людей, искали, не, ну, там много способных людей, но никто не хотел ехать никуда. Людей много способных, но никто не хотел ехать, поэтому время шло, и, то есть, сама, как бы, ситуация так сложилась, что, ну, как бы, пришлось, как бы, стать тем, потому что людей нужно вести, людей нужно крестить, людей нужно обучать, людей нужно венчать, то есть, ну, как бы, и так далее, и тому подобное. То есть, поэтому, ну, я думаю, ладно. А хотя, как бы, думал, ну, кто я такой, такой, да, то есть, я не мог два слова, знаете, когда меня в школе вызывали к доске, я все забывал, все шеф-по, и даже забывал, как меня зовут. То есть, думаю, кто, кто, кто такой я? Я не могу два слова сказать, там, худой, как дрыщ. Но и не думал я. То есть, ну, это нормально, когда, да, ну, я слышу, когда говорят, что я хочу, я хочу, то есть, ну, это нормально, когда человек, он хочет, то есть, ну, Бог влаживает такое желание. Когда человек, он хочет, но когда ты хочешь, очень важно задать несколько вопросов в свою жизнь. А с какой целью? А какой мотив? Потому что хотеть, ну, много можно. Вот. Поэтому, поэтому так. И иногда ты не хочешь или не думаешь об этом, но создаются такие в жизни ситуации, что Бог тебя ставит там, где ты должен быть. У вас такое было в жизни? Кто? А? Было, да? Не у всех, но был. Значит, будет. Не переживайте. Значит, у вас все еще впереди. Хорошо. Как избирает Бог? Да, есть критерии, по которым избирает Бог, есть критерии, по которым избирает человек. Ну, к примеру, да, вот хороший пример. Кто знает историю Давид и Саул? Да? Каким был Саул? Написано, красавец. Какой видный, такой высокий, выше всех, да, то есть, ну, такой розовощокий. Там улыбка была. То есть, он был просто, вот если посмотришь в толпу, то его можно сразу, сразу как бы увидеть. Вот. Ну, мы знаем, как бы, историю, как бы, да, Саула, там, народ, как, в принципе, его избрал народ. Ну, потому что народ захотел, как бы, царя. Иногда Господь позволяет какие-то вещи, каким-то вещам происходить и так далее. Знаете, и народ, он избрал по внешним, как бы, таким, ну, критерием, да, я как бы, о внешних, как бы, моментах. Вот. Но Господь немножко смотрит по-другому на человека. Может, смотрит на такого невзрачного, такого, знаете, бессловесного, который постоянно чего-то, может, боится, переживает и так далее. Но Бог может, как написано, что Бог избрал, кого Бог избрал, чтобы посрамить сильных. Немудрая, да, вот, поэтому. И вот иногда мы какие-то вещи тоже мы так делаем, как бы, да, избирательно по каким-то внешним моментам. Ну, приведу пример, да, так иногда выбирают девушки парней, ну, или парни девушек. То есть, да, он, я не против красоты, чтобы вы подумали, я вообще не против. Это классно, когда девушка красивая, там, высокая, или не совсем, ну, то есть, это нормально. Не надо искать, ну, проблему себе, там, у кого нет зубов, там, допустим, или что-то еще. То есть, ну, это все нормально, как бы, да, то есть, ты, все, не надо лезть туда, куда не нужно лезть. Вот. Это, я как бы, к этому отношусь нормально. Но иногда бывает так, с человеком, как бы, поговоришь, пообщаешься, вроде он нормальный, как бы, красивый, все, ну, ты с ним поговорил, и ты понимаешь, ну, какой-то человек не совсем взрослый, да, ну, или какая-то вот такая, ну, внутренняя какая-то, ну, немножко пустоватый, хотя очень красивый, хотя все. Я хочу сказать одну историю про мою дочь. У меня есть три дочери, вот, средняя. Знаете, все говорили, что она никогда не выйдет замуж. Я тоже, я тоже об этом думал. Никогда. Потому что ее избирательная составляющая была просто, она процеживала комара так, что просто, и интересно, что, ну, она у меня, в принципе, художница, да, вот, а люди творческие, это люди специфические, вот, и когда краски не совпадают, знаете, чтобы нарисовать картину, это нужно постараться. Иногда краски не совпадают. И для того, чтобы краска какая-то совпала с художником, это... Так вот, была такая, как бы, еще, когда она была здесь, один парень, брат, приехал с одного города к ней. Она говорит, ну, как бы, вот, приезжает человек, там, можно, там, с ним погулять. Ну, конечно, что я могу? Ну, конечно, погулять там, это все. Ну, может, там, чтобы ты как бы не одна была там. Ну, короче, ну, смотри сама. Так что она сделала? То есть она пригласила пол церкви, пол общины. И вот интересная такая ситуация. Я потом уже узнавал, да, вот этот парень приехал, встречаются где-то они в парке, он думает, что она одна, и такой, ну что, идем прогуляемся. Она говорит, ну, идем. Потом такая поворачивается, сестры, идемте гулять. И тут целая толпа такая раз, и все. Я не знаю, человек может 10-15 было. Она мне это рассказывает. Тут, конечно, этот парень был очень в ужасе, очень в шоке. Я говорю, ну ты прямо, этот, как бы у нас нет таких как бы стройных там правил. Ну, понятно, что там, как говорится, там этот, чего-то нельзя делать, что-то можно делать. И все мы так как бы настраивались, думали, да, конечно. Один раз такое было, что она звонит мне и говорит, папа, я там, а я, кстати, этого мальчика знал. Она говорит, вот скажи мне, как ты думаешь об этом мальчике? Как он вообще? Ну, на твой взгляд. Вот я говорю, ну, знаешь, ну, как бы он хороший, но не совсем не нравится. Она говорит, хорошо, понятно. Вот, как бы, ну, историй как бы много, то есть, да, в жизни людей, как бы, знаете, иногда с людьми как бы разговариваешь, общаешься, ну, люди разные, хоть и красивые, но разные. И вы знаете, семья, это не только физическое соединение, но и души. Поэтому, если душа, она не очень, то лучше тоже не очень. Итак, хорошо, я хочу зачитать историю одного человека. Это история, возвращаясь, я, конечно, о семейной теме начал говорить, не знаю, то есть это чуть-чуть другое, я возвращаюсь обратно. История об одном человеке, это Сэм Чилдерс, кто смотрел фильм «Проповедник с пулеметом». Думаю, боже, «Проповедник-то еще из…» Как это вообще? Да, человек не думал, что он будет тем, кем он стал. Он поехал в Африку, там, фотографировать, что происходит, посмотреть вообще, что происходит там. Увидел там насилие, увидел там беззаконие, увидел там то, что… Ну, кто видел фильм, есть книга, тоже, кто читал ее. Этот человек, он, рискуя своей жизнью, он вырывает детей из преступных ополченских группировок, потому что детей, детей убивают родители, детей там воруют и обучают их убивать. Вот то, чем там… И он этих детей вырывает, рискуя своей жизнью, чтобы дать им надежду на другую жизнь. Так вот, его история. Осенью 1998 года я оказался в Судане, в Африке, и теперь я постоянно служу миссионером. Я живу в Африке, вот уже 22 года, но при этом у меня были все основания не остановиться миссионером. У меня была успешная строительная компания, мне принадлежало 17 домов, у меня было 8 магазинов, у меня в жизни было все. И вся моя жизнь была распланирована. У меня был план, приближалось мое 50-летие. И все чаще я думал об уходе на пенсию, заслуженном отдыхе, а затем внезапно был призван Богом на миссионерское поле. Но бывает так, все хорошо, все классно, у кого есть магазины, у кого есть бизнесы, у кого есть все хорошо, кто там занимается машинами, мотоциклами, еще чем-то. То есть все было в принципе, кто может на пенсию, кто хочет на пенсию уйти. Вот. Так что вот. И вот все было хорошо. И Господь призвал меня на миссионерское поле. И Он пишет, Он испортил всю мою жизнь. Моя мечта больше не была моей мечтой. Однако все, что происходило в последующие годы, это было что-то потрясающее. Призвание превратилось в мою мечту. Теперь я не могу даже представить себе жизни какой-либо другой. У меня есть магазин мотоциклов в США, я собираю мотоциклы на заказ, у меня есть красивое офисное здание. И войдя туда, люди спрашивают, почему он живет в Африке. А мои работники всегда говорят, потому что вы не видите лиц, которых видит он. Я люблю то, что я делаю, я люблю спасать детей. Наша деятельность выросла от одного приюта до семи приютов с сиротами. И она продолжает развиваться. Сейчас мы кормим более 12 тысяч детей в день. У нас семь школ, сейчас строим восьмую. Я никогда, я не могу даже представить себе жизнь какой-либо другой. Сэм Чилдернс. И вы знаете, перед тем, как у него это все было, вначале этого не было. Если вы посмотрите фильм или прочитаете как бы книгу более подробно, она показывает все-таки его переживания, его жизнь, ну понятно, книга есть книга, то у него был очень сложный момент в жизни. Его мало кто поддерживал, он видел безыконие, которое там происходит, он пытался просить денег или что-то еще, как бы рассказывая, показывая фотографии, но мало кто в этом как бы участвовал. Вы знаете, интересно, есть такое выражение, что за свою мечту, которая у тебя есть, ты должен платить сам. За свою мечту мы должны платить сами. Да, это хорошо, когда, не, ну по-любому Бог может кого-то тебе в жизнь послать, может кто-то тебя поддержать, но никто не будет делать то, что есть в твоем сердце, ну так, как ты должен делать. За нашу мечту мы должны платить сами. Интересно, еще есть одна история, я слышал интервью одной тоже миссионерки, зовут ее Наталья, она поехала в Африку тоже служить детям. Кстати, она с России, но она не поддерживает то, что происходит там, не поддерживает. Поэтому есть люди, которые в здравом рассудке, в здравом уме. Так она рассказывала, говорит, иногда мы, когда хотим куда-то ехать, мы начинаем просить везде, ну там, дайте мне, я хочу поехать, я хочу тем заниматься, я хочу этим заниматься. То есть, я нигде не просила, я три года готовилась сама, я три года работала на работе, три года перед тем, как поехать. Я знаю, что Бог меня туда призвал поехать, но я, говорит, три года работала сама на работе, разная была работа, тяжелая, я собрала денег, а потом поехала. Как бы она говорит, что да, многие там просят, там, да, ну это, ну как бы, это нормально в принципе, но я просто знала, что мне нужно три года подготовиться, а потом поехать, потому что это была моя мечта. И за свою мечту я понимал, что я должна была платить сама. Так вот, у него был сложный такой период в жизни, когда никто его не поддерживал, ну мало кто поддерживал, да, и ему хотелось вообще уйти с этого, как бы, вот служения, просто все оставить, все уйти, его считали, как бы, ненормальным и так далее. И вот в один миг случился такой очень интересный, как бы, момент. А вот в фильме тоже показывается, в книге тоже, что один мальчик, с которым он пытался, он не разговаривал, это мальчик, который пережил такое, знаете, психологическое насилие, то есть, да, его заставили убить семью, а потом, а потом его заставляли убивать, то есть учили убивать. И вот, когда он с этим мальчиком, он не разговаривал, вообще ничего не разговаривал. И вот интересный момент из жизни, когда Сэм уже хотел все оставить, хотел все бросить, то подходит этот парень и говорит такую фразу, если мы позволим ненависти заполнить нас, они победят. Нельзя дать, нельзя дать им наши сердца. Знаете, и в жизни этого, да, Сэма что-то изменилось, как будто что-то переключилось в его сердце. А что изменилось? А я думаю, что изменился он сам от этих слов. он смотрел на внешние результаты, он смотрел на внешние какие-то обстоятельства, но внутри он сам был, знаете, он сам был надорванный, он сам ненавидел, он не понимал, что происходит вообще, почему мне не помогают, почему всем так далеко от того, что здесь происходит. но бывает так, бывает, вот ты смотришь, да, что, знаете, ну, ну, хуже всего, когда люди находятся, вот, допустим, да, идет война, а люди живут, как будто войны не происходит. Думаешь, ну, почему так, что, что вообще люди, что произошло, почему, как бы хоть как-то, хоть, хоть кто-то, даже те, кто, кто-то даже выехал, да, там, хоть как-то там, ну, не знаю, хотя бы молятся, помогают, хотя не всегда это видно, но это ладно. И вот, что произошло в жизни, произошло то, что его сердце, оно, оно изменилось, и, но при этом, при этом он сталкивался с огромными трудностями и непониманием, и безвозличием со стороны тех, на которых он надеялся, но при этом он не видел, он не видел то, что Бог хотел, а Бог хотел в этом, в этом случае изменить его сердце, изменить его жизнь. Знаете, есть некоторые цитаты, ну, то, что он говорит, а Библия говорит, что если мы собираемся чем-то похвастаться, то мы должны, то это должно прославлять Бога. Я буду хвастаться всеми своими недостатками, я буду хвастаться всеми своими пристрастиями, которые Бог покорил в моей жизни. Вот этим я буду хвастаться. То, что я как бы имею внешне, это как бы, ну, хорошо, но я буду хвастаться всеми своими недостатками, потому что у каждого они есть, в моей жизни они есть. Может, кто-то, ну, как бы совершенен, я не знаю, но есть недостатки. Есть и вещи, с которыми ты борешься, ты сражаешься, как Рав Шауля поступает, что не хочу делать, делаю. Думаешь, там все уже, то, что хочу, не делаю, и ты как-то борься, сражайся. И вот он говорит, да, что Бог, он покорил все, как бы, недостатки. И еще он говорит, да, как бы я не ошибался в жизни, я могу сказать, что Бог никогда не переставал со мной говорить. Я просто перестал его слушать. То есть, Бог никогда не перестает с нами разговаривать. В любых обстоятельствах, в любых ситуациях. Помните, да, в Писании говорит, что из-за того, что когда мы, наше сердце, оно становится жестким, мы перестаем Бога слышать. И в этой вот ситуации, вот с войной действительно очень сложно. Ты чувствуешь, что твое сердце как-то становится, таким, ну, таким жестким. А по-другому как бы нельзя. Видишь, все эти, это тебя касается, ты сопереживаешь. Но вот в этот момент, да, он говорит, что Бог всегда со мной говорил, Он стучал в мое сердце, просто я перестал его слышать. Господь всегда знает, как подойти к человеку, да? Он всегда знает, как подойти к человеку в тяжелой ситуации и, ну, и нас вдохновить. У меня было, ну, таких ситуаций, ну, может быть, немного, но были такие, как бы, наши обстоятельства, когда тебе настолько было тяжело, трудно, просто тяжело, ты думаешь, все, ну, достало все, надоело. И тут этот прекрасный момент, что-то происходит. Кто-то может позвонить, просто так, как дела узнать. Он, может, даже не думал, что ты сейчас выльешь на него все, что у тебя внутри. Ты такой, как дела? Ну, слушай внимательно. Сейчас я тебе, сейчас я тебе все расскажу. Слава Богу, что такие люди есть, которые этот вот, ну, потом дальше о них поговорим. Или, я не знаю, или Бог что-то, ну, Бог, Он всегда, знаете, я люблю Бога, что Господь, Он всегда знает, как тебе подойти. Иногда люди подходят под горячую руку, знаете, не вовремя, не вовремя Слово может отразиться таким мечом, но Бог знает, как подойти. Поэтому, слава Богу, аминь. Аллилуйя. Еще есть одна интересная история из Писания, она просто, я читал ее, это история Ишуа, да, история Ишуа, то есть разговор с Самарянкой. Все мы знаем эту историю, мы много читали об этой истории, и вот в этот раз я обратил внимание на некоторые вещи. Я как-то рассказывал, проповедовал об этом, делился, вот, но интересно обратил одну вещь на один момент. Мы все знаем, да, все знают эту историю, кто читал Библию, да, то есть да, то, что, знаете, что вот в нашей жизни, знаете, Господь, Он все контролирует, вот все практически, мы должны понимать, что Бог, Он все контролирует, и не бывает в жизни случайностей, ну, как бы, такая, как бы, философская точка зрения, как бы, ну, не бывает, Бог, Он все контролирует, встреча с людьми, именно в том месте, в то время, при определенных, как бы, обстоятельствах, то есть, ну, все, и вот Ишова, да, то есть, они ходили, проповедовали, тут он захотел, как бы, воды, говорит, там, пойдем, пойдем в этот, в один город, я не помню, как город уже называю, я просто не записал, не помню, то есть, ну, как вы думаете, это была случайная встреча? Случайности не бывает. И вот все мы знаем историю, это как бы, такой интересный диалог с этой женщиной, он пришел к колодцу, хороший, задал вопрос, мы знаем, что эта женщина приходила уже поздно, знаем, как бы, да, кто знает историю, что самаряне, они не общались с иудеями, там, ну, по разным, там, по политическим, как бы, да, религиозным, как бы, историческим моментам, там, да, у них был, то есть, это как бы, такие же, тоже, как бы, иудеи, только, там, переселенцы, то есть, да, и так далее, то есть, они поклонялись, у них была, там, гора, это Герозим, то есть, да, и вот, ну, были такие столкновения, может, из-за этого, и, может быть, из-за того, кем была эта женщина, и вот Ишуа подходит к этой женщине, начинает с ней разговаривать, задает хорошие вопросы, она отвечает, беседа, в принципе, такая, очень классная, да, но интересно, что произошло в конце, а в конце, вот, просто я обратил внимание, она вся интересная история, можно говорить, но вот в конце интересный момент, она после, после всей беседы, да, мы видим, что с ней произошло, и тут такие слова, это Иоанна 4 глава, 29 стих, и тут такие слова, эта женщина говорит, пойдемте со мной, то есть, видно, что она оставила свои водоносы, побежала, и говорит, пойдемте со мной, и вы увидите человека, который рассказал мне обо всем, что я делала в жизни, не знаю, для меня эти слова, они меня касаются, и они вот, может быть, для кого-то, ну, просто, ну, он как бы знал, он пророк, но просто вдумайтесь, он говорит, она говорит, что я разговаривал с человеком, который рассказал обо мне все, все, он знает обо мне все, что это значит? Это посмотреть правде в глаза, но при этом не отвернуться, не от себя, прежде всего, не от себя, Господь знает наше сердце, Он знает нашу тайную жизнь, Он знает все, что я делал, где я споткнулся, где я надломился, или что происходит сейчас в моем сердце, настолько это, вот, не знаю, меня это, друзья, вдохновляет, когда ты знаешь, что есть тот, кто знает о тебе все, и ты можешь спокойно, и мы знаем, что когда Ишу, он общался, он не оставил беседу, сказал, так, ладно, я пошел, с тобой как бы тут как бы нечем как бы разговаривать, все, я все знаю, хотя женщина пыталась ему объяснить, как ты у меня воды просишь, ты же знаешь, ну, ты же не знаешь, кто я такая, бог знает, бог знает, что происходит в нашем сердце, и даже если многие отказались и не хотят видеть, как пример с сивовым, да, как Сергей Михайлович проповедовал, да, пришли серьезные, бог начал трусить, этот, трусить основания, у его тоже были основания, да, он начал трусить, и в этот момент все отказались от него, друзья там, все там, начали, буквально сколько там глав, они рассказывали, как нужно правильно жить, что ты сделал все плохо, надо кайся, кайся, отрекайся, святым духом наполняйся, и так далее, но Господь не отказался, и то, что есть вещи, которые мы не можем рассказать всем людям, почему, не, ну, знаете, вот честно, вот хотелось бы рассказать, да, то, что ты переживаешь, чувствуешь, но ты понимаешь, что ты не можешь рассказать всем, почему, ну, потому что не все поймут, не все поймут, я говорю, я говорю не все, но не говорю о том, что никто не поймет, есть люди, которые, которые понимают, Ну, не все понимают, потому что, опять же, не к осуждению, что человек, возможно, живет в какой-то своей такой ограниченной коробочке христианской, и где-то ему страшно выйти за вот эти вот границы, может, так безопасно, ну, так как бы легче, да, так безопасно сидеть. А кто-то, возможно, свои границы расширяет и пускает туда таких людей, ну, чтобы выслушать, чтобы помочь таким людям. И слава Богу, что есть люди, с которыми ты делишься, ты открываешься, но есть вещи, которые ты только Богу можешь рассказать. Даже самым-самым там близким, ну, потому что ты понимаешь, что, ну, не поймут. Ну, это будет, может быть, не полезно. Есть те вещи, которые мы можем Богу рассказать. Ну, знаете, как здорово, что есть кому рассказать. И ты понимаешь, как эта женщина сказала, что она сказала, что он обо мне знает все. И при этом он не отворачивается. И при этом он свою беседу доводит до конца. И, знаете, меня это вдохновляет. Меня это вдохновляет, потому что сатан, он искушает тебя о том, что посмотри на себя. Ты сделал вот это и вот это. Нет тебе там прощения. Тебя не все поймут. Даже ты сам думаешь, Боже мой, как я мог до такого докатиться? Думаю, Боже, ну как вообще? Ну, Господь, ну ты все знаешь. Ты же знаешь ситуации, обстоятельства в жизни. И то, что мы все как бы люди переживаем некоторые моменты. Но есть вещи. Вы должны понять, что есть вещи. Есть тот, кто готов выслушать. И есть тот, к которому вы можете прийти. И меня это, друзья, вдохновляет серьезно. И вот Ишуа знает обо мне всем. И это помогает мне собраться и идти дальше. И вот первая мысль, я говорю, да, возвращаюсь. Что помогает мне, ну, служить Богу, что-то делать. Первая, да, мысль, которая вдохновляет и помогает мне. Бог знает мое сердце и работает с ним. Прежде всего, это работа с моим сердцем. Это работа с моей жизнью. Это то, когда я исцеляюсь или освобождаюсь от чего-то. Это первая интересная мысль. Хочу зачать вторую историю. Я уже буду подходить уже время чуть-чуть к концу. Интересная еще одна история об одном садоводе, разводящего розы. Я наткнулся на эту историю, я прочитал, и мне она больше, думаю, вот именно понравилась вообще. И здесь тоже как бы заложен очень важный смысл. Я скажу, что дальше вдохновляет. Итак, один садовник страстно любил разводить розы. Ну, у каждого есть что-то, что вы любите, правильно? Что вы любите делать. Ну, там, не знаю, да? Его розарий был самый лучший и самый большой. И самый красивый во всей округе. В нем растет такое множество разнообразных цветов, какого нет больше ни у кого. Многие годы, заботясь о растении, он прилагал мыслимые и немыслимые усилия, подрезая, опрыскивая, подкармливая свои кусты. В сезон цветения он возился весь день в саду. Он трудился упорно и дисциплинированно. Он давая себе, не давая себе ни малейшей поблажки. Он говорил себе, что делает это потому, что он любит это занятие и так далее. Ему было не в тягость вставать по утрам и заниматься своим любимым розами. Жена считала его слегка помешанным, ну понятно. А друзья не удомевали. Он помнил адреса всех важнейших сайтов этого профиля, дружил с владельцами всех именитых питомников роз и держал в голове кучу сведений по истории разведения этих цветов и уходя за ними. Он даже разговаривал с жаргоном, понятным всем, иногда мы даже с жаргоном, то есть таким христианским сленгом. То есть настолько это все так, оно вошло, как бы, знаете, вовнутрь, что мы кроме братьев и сестер ни с кем больше не общаемся, что там грешники, знаете, как есть такая песня, грешники, 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 никто не спасется, кроме меня. Ты думаешь, что с ними разговаривать? Они грешники. Не, ну, я, ну, чтобы вы понимали меня, то есть, да, я говорю, ну, какие-то такие вещи, ну, мы же не, мы все взрослые люди. Понятно, что хорошо находиться в Доме Божьем, все, то есть, ну, иногда оно настолько, ты такой уже оцерковленный, уже такой вот, что у тебя уже, ты просто, вот, видно по тебе, видно, как тоже, да, в Торе, что, ну, то есть тут другой, как бы, вид, да, ты идешь такой, даже вот определенный сленг, определенное поведение, определенная походка, там, да, то есть, ну, это уже, и вот, и вот, и вот он тоже разговаривал таким жаргоном, как-то в пятницу вечером, после трехчасовой работы в саду, когда он, поглядывая в окно, его внезапно осенила, осенила одна мысль, за все годы, которые были отданы разведению Рос, знаете, с чем он не занимался, он много, он знал, ты знаешь, писание, знаешь, как, что сказать, вовремя сказать, вовремя ответить на все вопросы, ты уже знаешь даже ответ на тот вопрос, который тебе еще не задали, то есть, ну, как бы, в принципе, ты мастер, как бы, ну, это дело, но есть единственное, что он не делал, ну, ну, думаешь, ну, как, вроде все, уже все там, да, ну, вроде все там делал, он ни разу по-настоящему не наслаждался ими, он изучал мир этих чудесных растений, обрабатывал почву, подрезал розовые кусты, по всем правилам удобрял и поливал свои розы, он дарил букеты своим родным, близким, друзьям, но ни разу не наслаждался ими. Вроде думаешь, ну, как? И в этот вечер он решил сделать то, чего никогда раньше не делал, насладиться своими розами. На следующий день он пошел в сад к своим розам, но только не работать, а просто сидеть и смотреть и любоваться. Он любовался неповторимым своеобразием каждой ветки, каждого лепестка, и с благоговейным страхом рассматривал утонченное строение каждого цветка. Он не мог понять, как желтый лепесток мог быть окрашен в ней в ровный цвет. Он этого не видел. Как это? Он не мог понять, когда ровный цветок окрашен желтого цвета в богатейшую гамму акварельных оттенков, которые незаметно перетекали в один цвет или в другой. Он признался, что часы, проведенные в созерцании этой красоты, изменили его жизнь. Они вернули ему способность видеть прекрасное, наполнили радостным чувством благодарности и заставили его сердце улыбнуться, а душу ощутить прикосновение неизъяснимой тайны. О чем это вам говорит? что само разведение рос, оно не было целью, что само разведение рос не было самоцелью, а лишь предназначение или средством к достижении цели. Он делал все правильно. Он был лучшим из лучших. но во всем этом он не видел глубокую красоту того, что было перед его глазами. он мог так всю жизнь что-то делать, служить, дарить, но так я не увидел того на самом деле, что Бог заложил в то, чем он занимался на самом деле. и когда он это увидел, это изменило всю его жизнь. А какая наша цель? Наша цель в том, что мы делаем. Это хорошие вопросы, когда мы задаем вопросы, почему я служу Богу? Почему я что-то делаю, жертвую? Вообще, почему я служу? Почему мы служим Богу? Почему мы ходим в церковь, в общину? Ответов, много будет ответов. Они будут правильные, но, может быть, не совсем точные. Те, которые Господь заложил на самом деле. Мы много делаем правильных вещей, но и потом, через время, мы где-то устаем, разочаровываемся, потому что все эти вещи, это не сама цель. Мы думаем, что это сама цель. Как больше людей привести к Богу? Это хорошие цели, да? Послужить кому-то, что-то сделать. Ну, много вещей. Ну, это лишь это правильные, хорошие вещи, но в полноте Божьей они не совсем точные. И какая же наша цель? А наша цель – это познание Бога и видеть Его славу и проявление. И независимо большой ты, перспективный ты, много прославляешь ты Господа, хорошо играешь, красиво поешь. Это все правильно, это все нужно. Но это лишь достижение самой главной цели. это познание Бога и видеть то, что Он делает, видеть Его проявление, видеть ту красоту, которую Бог заложил. Если мы нацелены на само служение, то оно надолго не хватит. Это мои как бы наблюдения. Я тоже к этому не хочу сказать, что я пришел к этому, я прихожу к этому. Я к этому тоже прихожу, потому что я тоже наблюдаю, я тоже смотрю. И на некоторые вещи Господь дает мне увидеть, потому что иногда служение расстраивает тебя. Иногда ты приходишь расстроенный, вроде что-то ты сделал, вроде что-то ты неплохо как-то ты что-то говорил, умничал и так далее, что-то еще пытался, но ты едешь, думаешь, Боже, какое-то расстройство, что-то, ну, да, вот бывает, расстраивает. Ты думаешь, вроде ты думал, вот так, что-то получилось по-другому, или то, что ты делаешь, иногда это расстраивает, и оно потом все больше, больше, думаешь, может, я не на своем месте, может, что-то, может, что-то я неправильно делаю, но Бог иногда обращает, и ты не туда смотришь, ты не, твой взгляд, твой фокус, он направлен не туда, ты правильно делаешь, но не совсем так, как я этого хочу. И люди останавливаются, люди оставляют, перестают, потому что занимаются самоцелью. Интересный, мы в прошлом году, да, в этом году тоже мы готовимся, да, благословит нас Господь, кто служил, кто был в лагере и шмус, кто служил. Вы знаете, сказать, что было вначале хорошо, нет, было очень сложно. Нас, тем более, дети были с Херсона, которые туда попали, и они не понимали вообще, куда они попали и кто мы такие. А мы не были готовы им служить, реально. Нас сестры из нашей команды плакали, ведь я не могу, я не могу с ними ничего поделать. И мы молились, а мы вдохновали, я вдохновлял, хотя сам я не знал, я не знал, каким послужить. Было очень сложно, было трудно, но вы знаете, что в конце произошло? Какая-то метаморфоза. они изменились. Они не хотели уезжать, они плакали. И вот была классная программа, расписанная, распланированная. но вы знаете, перед тем, как наставал новый день, я всегда молился, Господь, как я могу послужить этим детям? Я не знаю, я не знаю, я просто, ну, я понимаю, как, но иногда ты это делаешь, у тебя не получается. Потому что, Господь, ну, действуй. В конце никто не хотел уезжать. Что я увидел? Я увидел действия Бога в их жизни. И когда мы приезжаем сейчас, мы с некоторыми из них встречаемся, они ждут этого времени, когда настанет лето. Я увидел эти перемены, вот на самом деле, вот в этом, не то, что я делал, не то, что там было, но действия, проявления действия Бога в их жизни. А Бог их поменял. Поменял их сердца. И вот это меня вдохновляет. Видеть действия Бога в жизни. в своем услужении. Не механически, а именно видеть то, что Бог Он делает. И неважно, много. Знаете, мы когда едем в Херсон, приходят разные, приходят много людей. Иногда собирается очень много людей. Иногда немного людей. Но знаете, я на эти вещи обещал внимания. Думаю, ну как так, мы приехали, тут мало людей. Но не на эти вещи нужно внимание обращать. Когда мы говорим Слово Божье, то очень важно наблюдать, как люди смотрят и как они реагируют. и смотрите в их глаза, как они меняются. То есть, я вижу действия Бога в жизни этих людей. Я вижу, что происходит. И мы когда едем обратно, мы именно об этом говорим. Не как все прошло, не какое там слово вдохновенное или там помазанное, короткое, длинное, сколько собралось людей, что Бог сделал с этими людьми. и вы знаете, что интересно, что меня вдохновляет, что когда спасибо всем за поздравления, я просто, я был день рождения, там поздравляли все, все, огромное спасибо молодежке, всем, 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 я просто, многие звонили оттуда с Херсона и тоже поздравляли. Простые, обычные люди, чужие люди, но они звонили, говорят, как классно, что вы есть. И не потому, что, знаете, не стоит, чтобы мы снова приехали, просто поблагодарить. Я вижу в этом как бы действия Бога, и меня это вдохновляет. во всем, что мы не делаем, нужно замечать, что делает Господь через нас. А что Он делает через нас? Я сказал две вещи. Первое, Он меняет нас внутри, Он меняет нас. Ты не такой же, как ты был вчера или когда-то. Потому что в этих ситуациях Бог меняет твою жизнь. И второе, Он меняет обстоятельства. И ты видишь действия Бога. в том, что ты делаешь. И в этом должен быть наш фокус, наши мотивы и наши цели. Халлелуя. Боже, слава Тебе. Слава Тебе. Шоу, слава Тебе. Слава Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты сейчас прикасаешься к каждому из нас. И Ты обращаешь наше внимание не на то, что мы делаем или сколько мы делаем. Но обрати наше внимание, дай мне увидеть. Дай мне увидеть и насладиться тем, что Ты делаешь через то, что я делаю, через те, то служение. Дай нам увидеть Тебя. Дай нам познавать Тебя и видеть Твою красоту. И неважно, чем я занимаюсь, в какой позиции нахожусь. Проповедник, пастырь, просто отец или мама, которая воспитывает своего ребенка. Неважно. Важно, дай мне увидеть, что Ты делаешь во всех этих сферах, во всех этих позициях, во всем, что я делаю. И дай мне увидеть, что в этом Ты меняешь мою жизнь. В этом Ты меняешь мою жизнь. и меняешь те ситуации, которые вокруг меня. Я прошу Тебя, дай нам это увидеть, потому что мы хотим служить Тебе. Но не делать это служение ради служения, но служения ради познания Тебя, познания всемогущего Бога. И дай нам увидеть то, что мы никогда не видели в своей жизни, на что мы не обращали внимания, хотя это было. Дай нам это увидеть. Мы хотим вдохновиться, потому что Ты живой Бог. Я прошу, вдохнови нас, служи Тебе, вдохнови нас, чтобы во всем то, что мы делаем, мы переживали Тебя, Твое присутствие, Твой Святой Дух. Мы нуждаемся в Тебе. Я знаю, что Ты можешь это сделать, Господь, произвести эту метаморфозу, это изменение невозможного, как Исаия, он говорит, то, что вместо терновника вырастет кипарис, и вместо крапивы возрастет мир, и это будет во славу Господа. Это может быть невозможно, чтобы но Ты можешь, Ты меняешь природу, Ты меняешь природу испорченности, и как из пустыни Ты можешь сделать цветущий сад, потому что мы служим живому Богу, всемогущему Богу, не какому-то истукану, но Богу, у которого обновляется милость. Боже, мы хотим видеть эти насыщенные дни, необытенности, не просто то, что нужно делать, но видеть Тебя, а Ты обновляешься каждый раз. Дай нам увидеть, Господь, то, что Ты делаешь с каждым днем, Господь. дай нам увидеть, потому что дай нам свой фокус обратить на эти вещи. Маму, я знаю, что Ты делаешь, я знаю, что Ты говоришь нам в наше сердце. И Ты сейчас говоришь через слово, через свое присутствие, через эту атмосферу. Я благодарю Тебя, Господи. Благодарю. Тебя. Благодарю. Тебя. Хара.